Викторианская эпоха – это буквально целая эпоха не только в истории Великобритании, но еще всего мира, так как на момент этой самой эпохи, а это последние две трети 19 века, Великобритания представляла из себя настоящую сверхдержаву, изменения в которой в итоге влияли на весь мир. Англичане считались самыми просвещенными в мире и вообще самой крутой нацией в мире. И вот о том, как жили самые крутые, богатые, обеспеченные, передовые и так далее люди 19 века, я и хочу рассказать в этом видео. Здесь есть чему удивиться. Меня все еще зовут Семен. Начинаем! Кратко и в общем о викторианской эпохе. Чтобы лучше понять жизнь и быт людей викторианской эпохи, я хочу рассказать вкратце, очень вкратце, супер вкратце о том, чем же вошла эта эпоха в мировую историю. А там, поверьте, тем хватит на часовой ролик, как минимум. Поэтому, если кто разбирается в теме, думаю, поймет, почему я так кратко и по верхам пробежался по истории этой эпохи. И не будет писать гневные комментарии, что я, мол, и то опустил, и за это не рассказал. Ну, думаю, с этим уже понятно, так что погнали. Именно во время правления королевы Виктории Англия стала ведущей державой мира, а также стала самой огромной империей в мире на тот момент. Но ее могущество не было продиктовано только богатыми колониями и военной силой, хотя, конечно же, без этого не обходилось. Уже в 50-е годы, благодаря промышленной революции и активности гражданского населения, яро выступавшего за свои права, в том числе и право зарабатывать деньги, Великобритания стала страной номер один по промышленному производству и даже получила гордое название «мастерская мира», так как именно в Англии производились самые крутые товары как в области бытового пользования, так и в областях тяжелой промышленности типа кораблей, локомотивов и так далее. Так как капитал в большинстве был сосредоточен в городах, население этих самых городов резко росло. К концу викторианской эпохи в 1901 году в городах жило практически 80% всего населения всей Великобритании. Множество сел на фоне такого переселения часто казались как будто бы вымершими за короткий промежуток времени. Настолько сильно они опустили. Именно в викторианскую эпоху в Англии впервые были созданы и признаны на официальном уровне первые в мире профсоюзные организации. А по количеству железных дорог на квадратный километр Англии находилось впереди всей планеты. А если кто не понимает, значение железных дорог для 19 века можно оценить плюс-минус как значение интернета для 21 века. Так что оцените масштаб. Помимо этого расцвелось сельское хозяйство. Ведь несмотря на резкий отток людей в города, благодаря достижениям науки и техники, рост урожаев и голов скота составил рекордные на тот момент для Англии показатели. Единственное, что сильно тревожило внутреннюю жизнь Великобритании, в состав которой, напомню, кроме Англии входила еще Шотландия и Ирландия, была та самая Ирландия, на которой было несколько периодов голода, а также эпидемия Тифа. Не считая этого, внутреннее положение Великобритании было очень крепким. Помимо этого в викторианскую эпоху страна просто-таки царила в мировой политике, экономике и торговле. Обладая самым большим в мире морским флотом, а также самыми большими колониями, Лондон во второй половине 19 века стал центром мировой торговли, в которой стекался капитал со всех уголков мира. Чтобы поддерживать этот статус, англичане расширяли свое влияние в мире, завоевав, по сути, Китай, заключив выгодные торговые отношения с Японией, а также упрочив свое положение в Индии. В общем, это эпоха достижений, развития и расцвета страны. А помимо этого в викторианскую эпоху Великобритания стала мировым центром науки и просвещения. А также именно в этот период страна провозгласила себя защитницей всех бедных и угнетенных. И за более чем век до США начала, как говорится, нести демократию в мир. В общем, страна мощь, страна гигант, страна колосс. И перед тем, как я расскажу о том, что представляла из себя жизнь жителя страны в эту самую эпоху, задам тебе вопрос. Какой самый известный литературный персонаж этой эпохи и сколько о нем было написано произведение? Пиши в комментариях. Как выглядели великобританцы в викторианскую эпоху? Если по поводу внешности говорить я особо не буду, понятное дело, великобританцы могли иметь совершенно разную внешность. Быть как высокими, так и низкими, иметь черные волосы или русые и так далее. То вот о таком явлении, как викторианская мода, я хочу рассказать отдельно. Ведь ее отголоски может заметить и до сих пор. А в истории эта самая мода заняла отдельную страницу, которая порой растягивается на целые книги, посвященные этой теме. Поэтому в этом пункте я расскажу о ней кратко, а то только ей одной может посвятить отдельный выпуск. Во время викторианской эпохи одежда рассматривалась как выражение места женщины в обществе. Открою секрет, в основном это было место дома на хозяйстве. Но все же дом и хозяйство могли быть разными. Если женщина принадлежала к так называемому верхнему классу, которая не работала, а могла все время уделять всякой ерунде, по моему мнению, о неполезной работе, то они и носили одежду, в которой было удобнее разве что отдыхать. Это зачастую был плотно зашнурованный корсет с юбкой, украшенный многочисленными вышивками и платьями. Такая себе многослойная юбка. Похожий стиль демонстрировали и женщины среднего класса, так называемые жены-буржуя. Правда, понятное дело, их одежда была и качеством похуже, и украшения на ней были победнее. Женщины же рабочего класса носили простую одежду, которая не мешала делать работу по дому, смотреть за детьми, ну и так далее. Если гардероб обычной женщины включал в себя несколько таких же обычных платьев, то вот у дампа богаче имелся целый список нарядов на самые разные случаи жизни. Это и домашнее платье. И чайное платье, в котором женщина встречала родных или близких за чашкой чая в малой гостиной. И платье для приемов. И платье для визитов. И платье для прогулок. И платье для ужина. И вечернее платье для различных светских мероприятий. И большое платье для баллов. И придворное платье, которое надевали только в королевский двор. И даже платье для путешествий, которое надевали только во время каретных путешествий. Короче, платье на любой случай жизни. Женщины такие женщины. В качестве нижнего белья дамы широко использовали панталоны и сорочку. Помимо этого, что интересно, этикет не позволял леди и джентльменов викторианской эпохи появляться на улице без головного убора. В фаворе среди женщин были капоры и чипсы. А шляпы женщины надевали только в исключительных случаях. А во второй половине XIX века в моду вошли зонтики-парасоли, которые вы, уверен, неоднократно видели в различных фильмах или сериалах, посвященных той эпохе. Также в то время в моду вошли маленькие женские шляпки. Мужчины же в основном носили цилиндры, а также котелок и шляпу Федора. С мужских головных уборов перейдем к мужской моде в одежде. Мужской костюм викторианской эпохи состоял в основном из фрака, длинных узких брюк, жилета, галстука и цилиндра. В качестве верхней одежды было пальто. В общем, такой внешний вид мужчин викторианской эпохи не менялся. Естественно, подобная мода касалась мужчин среднего и высшего класса. Мужчины рабочего и низшего класса носили простую одежду, и им было на моду глубоко наплевать. Как и у женщин, у более-менее обеспеченных мужчин были разные костюмы как для дома, так и для выхода в свет, похода на бал или посещения двора королевы. Мода такая мода, да уж. И напоследок об обуви, а то тема и так разрослась. В викторианскую эпоху среди женщин были популярны и туфли на плоской подошве, и туфли с каблуком, а также ботинки высотой до щиколки с пуговицами сбоку. Мужчины же носили штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой. На балы надевали открытые туфли, на визиты могли надеть черные или лаковые ботинки, или полуботинки. Фух, с викторианской модой все. Быты жилища жителей викторианской эпохи Наверное, викторианская Англия является одним из самых разительных примеров того, какой гнетущий контраст может составлять жизнь разных слоев населения. Если одни могли без трудов жить в хоромах и накрывать обеды на сотни человек, другим приходилось ютиться в небольших домах группой по 40 человек и буквально есть хлеб с водой. Так как викторианская Англия была местом, где во всей силе проявляла себя так называемая промышленная революция, то в городах, как грибы после дождя, появлялись фабрики и заводы. Для них, соответственно, требовались рабочие руки, поэтому в городах лынули потоки людей и даже целые семьи в поисках лучшей жизни. И эта самая лучшая жизнь была так себе. Из-за острого дефицита жилья людей селили в любых постройках, где были четыре стены и крыша над головой. Амбары, сараи, хлевы, даже погреба. Большинство людей снимало не квартиру или даже комнату, а просто угол, поэтому порой в одном помещении могло жить несколько семей, то есть больше десятка людей, и это минимум. А в некоторых домах среднего размера набивалось по 40 человек, а это, соответственно, приводило к жуткой антисанитарии, которая царила в подобных домах. И дело было не только в большом количестве жильцов или в их лении. Просто нужно понимать, что редко кто задерживался в одном помещении дольше, чем на пару месяцев. Кто-то получал работу получше и переезжал в дом получше, кто-то, наоборот, терял в деньгах и должен был отправиться в Хибару похуже. И редко кто после себя убирал свою грязь и свой мусор, а новые жильцы сами уборку не начинали, так как не знали, надолго ли они здесь задержатся и задержатся ли вообще. Вот там грязь копилась и копилась, что приводило к жутким срачам. Чтобы вы понимали, грязь на полу была такой толщины и, так сказать, плотности, что и практически невозможно было отмыть за одну или две влажные уборки. А клопы, клещи и тараканы жили в таких домах на равных правах самими жильцами. В общем, полный лютый трэш. А то, что в одном помещении могли жить и мужчины, и женщины, часто приводило к разрату или торговле телом. В общем, жизнь в домах для рабочих была тем еще испытанием. Даже комнаты получше не были раем. Зачастую они принадлежали различным мясникам или торговцам рыбой, жареной картошкой и так далее. Беда была в том, что то самое мясо или рыбу они разделали прямо в тех домах, где жили люди, и хранили все это добро тоже в домах. В общем, вонь стояла невообразимая. Но подобное касалось пролетариата, рабочего класса. А как же жил класс средний, он же буржуазия? А посетителя представителя буржуазии встречал небольшой полисадник с дорожкой, выложенной ровной плиткой, которая вела к двух- или трехэтажному дому. Внутри дома на первом этаже располагался холл, гостиная и жилая комнаты, кабинет и столовая. Кухня и подсобные помещения располагались в подвале, а возле парадного входа находилось высокое зеркало с полочкой для свечей и подставками для мокрых зонтов, стоячая вешалка для шляп и шкаф для верхней одежды. Гостиная являлась показателем статуса и материальных возможностей обитателей. Здесь выставлялась лучшая мебель и сохранялся идеальный порядок на случай, если кто-нибудь приедет. Если дом нуждался в ремонте, то основные силы и средства направлялись именно на гостиную, и порой на остальных комнатах вынуждены были экономить, не очень заботились о качестве материала, ведь в спальне и на кухню гости никогда не ходили. Хозяева дома готовы были мириться с некоторым дискомфортом во имя общественного мнения, от которого зависел и круг общения, и знакомство с нужными людьми. На втором этаже в основном располагались спальни, детские комнаты и ванная комната, если такая в доме присутствовала. Положение женщины в викторианской Англии Женщины занимали в викторианской Англии положение, которое разительно отличалось от мужского. Они росли в достаточно замкнутом обществе, отгороженные от реального мира. А после взросления и выхода замуж они сразу бросались в его реалии, абсолютно к ним неготовые. А их незнание в интимных сферах жизни приводило к тому, что они даже не всегда понимали, что находятся на ранних сроках беременности. Также беременным женщинам в плане работы не делалось никаких повлажек. О декретном отпуске тогда и не думали, и женщина должна была выйти на работу вскоре после родов, чуть ли не через пару дней. Особо в ее положение никто не вдавался, а из-за невысокого уровня развития медицины умирала одна из четырех рожениц. А если учитывать то, что противозачаточные средства были под строгим запретом, если незаконны, то как минимум морали, женщины вполне могли быть истощены постоянной беременностью и постоянными родами. Часто такие женщины для прекращения беременности обращались к подпольным врачам и регулярно исходом подобного была смерть или тяжелой травмы. При этом в высшем свете показываться доктор-мужчине считалось почти что аморальным. Даже Елизавета Первая, окружив себя докторами-мужчинами, никогда не позволяла им на себя смотреть. Обо всех симптомах они знали только с ее слов и, согласно сказанным, проводили лечение. Так было практически везде. Что ели и пили великобританцы в викторианскую эпоху? Многие аспекты сегодняшнего представления о еде великобританцев появились именно в викторианскую эпоху. Например, именно тогда среди англичан, правда, более среднего и высшего класса, стал популярен так называемый английский завтрак. Яйца, бекон, тосты, колбасы, фасоль и кружка Эли. Согласен, неожиданно, но раньше было именно так. Уже потом Эль заменил чай. Рабочий класс на завтрак обычно ел овсянку. Традиционное английское чаепитие тоже появилось во время викторианской эпохи. Если говорить об общей кухне, то жители Великобритании и викторианской эпохи предпочитали мясо всех видов. Говядину, телятину, баранину, свинину, различные крупы типа современных, особенно овсянку. Также овощи отдельно от овощей, картофель. Большой популярностью пользовалась рыба, как среди богатых, так и среди бедных слоев населения. Различается, правда, сама рыба вкусовыми качествами, а также то, что знать могла позволить себе морепродукты типа кальмаров или омаров, в отличие от рабочего класса. По возможности каши предлагали огромное количество различных соусов и подливок, типа современных кетчупов. Из напитков, понятное дело, был самым популярным чай. И, как я уже говорил ранее, он стал английским напитком именно во время викторианской эпохи. Отдельно бы хотелось рассказать о пищерабочих, о чьих ужасных жилищных условиях я рассказал чуть раньше. Еда у них тоже была, так сказать, со своими особенностями. Готовили рабочие и жители, так сказать, многосемейных домов на улице, у общественных костров, разводимых по ночам, или у булочников, опекавшего хлеб днем и ночью. Тогда по вечерам в дверь к нему выстраивалась очередь из желающих после рабочего дня приготовить в его огромном чане со студнем свои продукты. Туда засовывали тряпочки с черным пудингом, который был таким себе аналогом кровяной колбасы, отруби говяжьей почки. Хозяева студня не возражали. На варисте будет бульон. Но такие сытные дни в рабочих семьях бывали редко. Чаще всего на ужин доставалась краюха черства хлеба и кружка воды. А вода могла быть не свежей, таить себе заразу, типа холеры, о чем подробнее я расскажу чуть позже. А из необычного точно следует упомянуть о том, что в 19 веке англичане любили есть густую и жирную похлебку. Внимание, зеленого цвета. Почему зеленого? Ну, потому что это была черепашья похлебка. А у черепах зеленый жир. Как бы это странно ни звучало. Ну и похлебка принимала соответствующий вид. Есть среди зрителей те, кто пробовал черепашью похлебку или черепаховый суп? Отпишитесь, пожалуйста, вкусно это или нет. Какой алкоголь пили в викторианскую эпоху? Разумеется, не обошлось в викторианскую эпоху и без самого различного алкоголя. Самым популярным было пиво Эль, Джин, Ром, Портвейн и Глинтвейн. Пиво было напитком как знати, так и обычных людей. Гигиена викторианской эпохи Нужно сказать, что именно в 19 веке люди снова начали уделять самое пристальное внимание гигиене. В 1850-е, например, в Лондоне построили одну из первых в современном мире канализаций, которую даже показывали туристам. Англичане становятся помешанными на гигиене. Как мылись и как ходили в туалет люди в викторианскую эпоху? Обычно в то время среди более-менее зажиточного класса начали появляться отдельная ванная и туалет. В качестве крана умывальник снабжен большой миской с кувшином, подставкой для мыла, маленьким кувшинчиком и высоким стаканом. На фарфоровом подносе выкладывают две зубные щетки и щетки для ногтей. На поднос для губок две губки. Система горячей и холодной воды тогда, считай, не существовала, поэтому воду в ванную нагревали и носили. Кто сам, а иногда и слуги, у кого хватало денег. Мылись в ванной или обычной лоханей, если говорить за бедный класс, несколько раз в месяц, чаще, чем раз в неделю, но не каждый день. Ежедневную интимную гигиену старались поддержать умыванием и обтиранием. Что касается туалета, то у людей зажиточных был свой санузел, напоминающий современный туалет. А у людей же попроще в качестве туалета служил обычный ночной горшок или же городская выгребная яма. Которой пользовались все члены семьи или же которая предназначалась для общего пользования. Уже под конец правления королевы Виктории в последние годы 19 века современные санузлы все больше и больше распространялись по Великобритании, становясь доступными и слоям населения попроще. Как чистили зубы в викторианскую эпоху? С зубами у англичан все было зачастую плохо из-за плохой и грязной воды в Темзе. Сначала зубы чистили тряпочкой, намотанной на палочку. Потом появились зубные щетки. Вместо зубной пасты использовали зубной порошок, рецепт которого часто печатали в газетах и журналах. А в 90-х годах 19 века, конечно же, начали появляться первые зубные пасты. Нужно сказать, что 19 век был веком открытий, в том числе и в медицине. Многие тайны человеческого тела были раскрыты, а качество медобслуживания, хоть и являлось крайне низким, если сравнить с современным миром, но все же на несколько голов было выше за относительно примитивную медицину средневековья. Например, появилась более-менее нормальная хирургия, а также была открыта важность мытья рук перед операцией или родами. Впрочем, поначалу научный мир не хотел принимать такого открытия. Но при этом всем жизнь в викторианской Англии была крайне вредна для здоровья, очень вредна и очень антисанитарна. Если брать самые простые примеры, то можно привести примеры с вездесущей пылью, которая седала в более-менее богатых жилищах среднего и высшего класса. Она накапливалась в портьерах, в коврах, в шторах и гординах, забивалась в легких и глазах, мешала дышать и просто нормально отдохнуть у себя дома. Но это были даже не цветочки, а так листочки. Ягодки заключались в том, что краска в те времена в своем составе могла иметь крайне опасный для здоровья свинец или мышьяк. И этой краской красили все – стены в домах, обои, одежду. Если брать помещение, то от малейшего перепада температур стена, покрашенная такой краской или же обои, начинали выделять ядовитые вещества, которые вызывали головные боли, частичный паралич и даже смерть. Обычно в случае головных болей и общего недомогания людям советовали ездить на моря, где им действительно становилось лучше от морского воздуха. Но фишка в том, что никто не догадывался о причине болезней. Поэтому краску никто не смывал, обои не менял, и по возвращению домой люди снова начинали испытывать проблемы со здоровьем. И как бы этого мало, одежду красили краской, в основе которой все тот же был свинец и мышьяк, что только усугубляло положение. Даже в конце 19 века, когда о таких вредных свойствах краски на основе свинца и мышьяка уже было известно, многие женщины носили одежду с такой краской. Тут уж действительно, как говорится, красота требует жертв. Помимо этого, большая опасность стоилась в воде. В 1840 году от холеры умерло 16 тысяч англичан. В 1866 уже 20 тысяч. Эта болезнь считалась особенно страшной не только потому, что смерть выкашивала целые улицы, при этом она была новой, незнакомой, завезенной из Индии. И поэтому никто не знал, как холера возникает и почему распространяется с такой быстротой. Не было никакого лекарства против этого заболевания, и никто не знал, как помочь беднягам. Считалось, что холера возникает от плохого воздуха, и этой причиной объяснялась малярия. Но на самом деле всему виной была плохая вода. И что с ней, и что с воздухом, и с санитарными условиями, в общем, у и жителей викторианской Англии была полная задница. Только в Лондоне в Темзу стекало ежедневно 24 тонны лошадиного навоза и полтора миллиона кубических футов фекалий через канализационные каналы. И это даже привело к так называемому великому зловонию в Лондоне в 1858 году. Тогда было особенно жаркое лето, и все эти зловонные массы, затаившиеся в Темзе, привели, понятное дело, к страшной воне. А антисанитария привела к вспышкам холеры и прочих болезней. Люди массово бежали из Лондона и умирали от холеры. Подобное привело к созданию нормальной канализации в 1859 году и к улучшению санитарных условий в городе. И холера после этого исчезла из жизни Лондона. Помимо этого, лондонцы постоянно страдали от смога, ядовитой смеси вечного в Лондоне тумана и дыма от промышленных фабрик. Каждый год от смога умирало несколько десятков человек. В общем, жизнь у них была жесткой. Как развлекались в викторианскую эпоху? Если брать знать, то именно тогда была настоящая эпоха придворных баллов и различных светских мероприятий, типа похода в театр, оперу, совместное литературное чтение и так далее. Мужчины могли играть в крикет или же совершать длинные конные прогулки вместе со своими дамами. Становился популярным бокс, как спорт настоящих джентльменов. Люди обеспечении любили посещать бассейны или ездили на различные зарубежные курорты или хотя бы курорты внутри страны. Если брать обычных людей, то среди них были также популярны танцы, как среди знати. Только гораздо проще и разгульнее. С моря выпивки, мордобоями и так далее. Помимо этого набирал популярность футбол. Помимо этого популярности набивал спорт, правда в основном среди людей среднего и высшего класса. Бедняки же любили проводить время в тавернах, а также в различных дворовых театрах или выступлениях скоморохов. А также могли ходить на публичные казни. В общем, заняться викторианской Великобританией было чем? Вне зависимости от происхождения и денег. Если брать во внимание различные причуды в плане развлечений, то среди высших слоев общества были популярны домашние представления в самых разнообразных костюмах. Женщины могли одеться, как древнегреческие богини или как женщины из известных мифов и легенд. А потом они позировали для гостей. Гостями же в основном были родственники семьи, которых специально приглашали для подобного представления, чтобы те смогли посмотреть на своих же сестер, племянниц и так далее в одежде героини мифов и бурными аплодисментами выразить ей свой восторг. Звучит как-то странно, если честно. Также в то время большую популярность получили так называемые готические романы. Такая себе смесь ужасов и романтики. Одним из самых известных примеров готического романа можно назвать Дракулу Брэма Стокера. И хотелось бы еще рассказать о такой странной и даже немного пугающей штуке, которой вроде бы и к развлечениям не отнесешь, потому что это связано со смертью. Но и впихнуть в какой-то другой пункт я не вижу возможности. В общем, сейчас расскажу, а вы же судите сами. Именно в викторианскую пару появился такой необычный жанр фотографии, которую англичане назвали «Моментомори» или по-нашему «Помни о смерти». Сегодня это, скорее всего, будет казаться шокирующим, но в то время, когда в доме кто-то умирал, семья умершего первым делом обращалась к фотографу, чтобы тот сделал посмертную фотографию, так сказать, на память. Звучит странно, согласен, даже немножко жутко. Люди стремились, чтобы их усопшие родственники выглядели максимально естественно, поэтому широко использовался специальный штатив, который устанавливался за спиной усопшего и позволял зафиксировать его в вертикальном положении. Именно по наличию малозаметных следов этого устройства на фото в некоторых случаях можно определить, что на фото мертвый человек. Да уж, капец это точно. комментариям, репостам в соцсети, подпиской с колокольчиком. Надеюсь, это поможет сделать так, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И спасибо за просмотр, дорогие зрители. Увидимся в следующем выпуске. До скорой встречи. Пока, господа.